На разбитую дорогу сил нет смотреть жителям дома по улице Юности. У активистов дома появилась цель – попасть в городскую программу по ремонту дворовых проездов. Осталось уговорить управляющую компанию. Александра Теплякова расскажет, с чего, собственно, нужно начать. Плохая дорога во дворах – это распространенная жалоба среди жителей города. Жильцы домов по улице Юности борются с этой проблемой уже три года, но не получают никаких результатов. Вот так выглядит дорога в этих дворах после небольшого дождя. На некоторых участках почти полностью отсутствует асфальт и ямы не засыпаны. Волнует вопрос доезда. Смотрите, в каком состоянии дороги. Вот поменяли, была жалоба, я писала жалобу, поменяли, потому что переходный пешеход тоже был разбит, но оставили, не доделали. Мы понимаем, что дорога самая главная, потому что заезжают дети, детей везут детскому саду, заезжают скорые, дети, пенсионеры, скорых много. Поэтому для нас дороги – это вот сейчас самое необходимое. За тот участок дороги, который находится во дворе, отвечает управляющая компания. Получается, управляющая компания – дебют сервис. Вы обратились туда, то есть написали заявление о том, что у вас эта дорога в плохом состоянии. Они вам что ответили? Мы включены, были в грант. Но опять же, приехав в администрацию, у нас всегда, понимаете, мы первые на очереди. Они нам обещают, мы с ними встречаемся, ходим с линией. Мы не видим обратной связи. Ответы. Соберите подписи. 51% от жильцов. Собираем, несу. И опять тишина. Пришли, написали заявление, вам сказали, да, будете участвовать в программе. Если соберете голоса, вы собрали голоса, и в итоге вас опять, через какое-то время, опять требуют голоса, чтобы участвовать в программе. Может быть, правда, эти голоса должны как-то обновляться? Может быть, я должна раз в полгода обновлять эти голоса? Но я не понимаю, зачем. Знаете, это столько документации надо дома вести. Это же просто мы за идею. Нам никто ничего. Мы сами вне работы, вне семьи, вне детей бегаем. Чтобы добиться ремонта во дворах, есть несколько способов. Первое – это принять участие в программе формирования комфортной городской среды. Второе – это принять участие в программе на получение муниципального гранта. И третье – это все-таки самостоятельно вместе с управляющей компанией собрать средства и отремонтировать двор. Чтобы узнать, почему двор находится в таком состоянии, мы обратились в их управляющую компанию «Дебют-сервис». Нам дали номер начальника производственного отдела. Мы сейчас попробуем ему позвонить. Проекции разработаны. В программу на этот год они не вошли. А если вот именно самостоятельно они выложили средства и как-то с помощью управляющей компании? А пусть принимают решение за счет собственных финансовых средств. Нужно смотреть финансовые отчеты. У них недостаточно средств. В этом году двор по улице Юности не вошел в программу на получение муниципального гранта. Но у него есть все шансы в следующем году. Для этого жильцам нужно провести голосование, определить, что именно нуждается в ремонте и какую часть средств они готовы внести самостоятельно. И какая сумма им потребуется из бюджета. Чем больше средств они готовы внести самостоятельно, тем больше шансов у них на участие в программе. Александра Теплякова, Виктор Казаров, Большой город Лайф.